Ох, не видел мой канал еще гайдов по такой технике необычной. Да, брушится куча гнева на меня в комментариях, чувствую, после такого гайдика. С вами Варчик, всем привет. А мы начинаем разбор ошибочек в реплеях. И у нас на экранах что? Квадратненькое чудовище. Реплей, который я нашел сам, потому что вы ничего не присылаете. Боитесь, что я ваши ошибочки расскажу вам, и вы их начнете исправлять, и лучше будете играть. Ну, не хотите ошибочки исправлять, поэтому я сам вам покажу ошибки других игроков. И вы научитесь играть лучше на чужих ошибках. А если хотите, чтобы я ваши ошибочки разобрал в реплейчиках, то присылайте мне реплей. Загружайте на сайт Вот Реплейс свои реплеи свежие. Пишите мне свой ник, я посмотрю ваши реплейчики. Если они будут интересны, сделаю видосик. У нас разбор ошибок по квадратному классу техники, по арточке. И здесь ошибок будет немерено, поэтому этот видос, точнее этот реплей, сыгранный этим игроком, подходит просто идеально для разбора ошибок. И это полноценный гайд будет одним видео с одним реплеем полностью всем артоводам поможет играть лучше. Потому что очень часто артоводы говорят, что арту понерфили, все плохо, все ужасно. Но когда я играю в World of Tanks, союзная арта все время стреляет нулями, а вражеская меня жестко карает. Прям просто люто. После вступления немножко отмотаем назад, потому что ошибки начинаются буквально с первого же выстрела. Их здесь будет очень много, и мне кажется, это самые ключевые ошибки для тех, кто играет на арте. Я, конечно, ненавижу арту, и разработчики ужасные там туда-сюда, но когда в твоей команде артоводы стреляют просто нулями, это бесит. И этот реплей называется «Просто стрелять хорошо недостаточно для победы, нужна еще команда». То есть данный игрок считает, что он стрелял хорошо, а команда, видите ли, не затащила. Но, посмотрев реплей, я понял, что стрелял он буквально с первого выстрела, все неправильно, и ошибок куча. Итак, начинаем разбирать ошибки буквально с первого же выстрела. Во-первых, что хочется сказать. Есть два прицела сейчас в игре для арты. Первый прицел это обычный. Второй прицел, который мы сейчас видим на экране, который включается буквой «Г». Английская буква «Г». Итак, первая же ошибка, которую мы видим на экране, это то, как человек пересводится на новое место, где светятся враги. Наш игрок пересводится мышкой. Он просто вошел в прицел, арт-прицел, и мышкой просто двигает влево, вправо. Он не использует ничего вспомогательного. Хотя, можно было бы переводиться намного лучше. И после того, как мы разберем реплей, после этого я вам покажу, как нужно все это нажимать. Но сейчас скажу, что мышкой пересводиться на фланги или на новое место, где светятся враги, неправильно. Потому что это долго. А раз долго, значит вы тратите время, вместо того, чтобы быстрее начать сводиться. И если вы быстрее свелись, вы быстрее стрельнете, быстрее стрельнете, быстрее зарядитесь в следующий раз. Таким образом, вы увеличиваете свой ДПМ и количество урона, которое вы нанесете. То есть, люди, которые пересводятся таким образом, как этот игрок, просто мышкой ее лозят влево-вправо, люди эти уменьшают свой ДПМ временем сведения и тем, что они дольше это все делают. Как нужно это правильно делать? Нажимаете Ctrl левый и потом мышкой наводите на миникарте на то место, где вам нужно сводиться и стрелять. Нажав Ctrl и правой кнопкой мыши по миникарте в то место, где вам нужно, ваш экран сразу появится там, и вы сможете быстро уже сразу сводиться. И ничего не нужно ее лозить по экрану. Это раз. Второе. Когда вы ее лозите по экрану туда-сюда, из этого выходит следующая ошибка сразу же. Одна ошибка влечет за собой следующую. Вы сейчас видите на экране, на миникарте справа внизу, две полоски белые от нашего танка, от нашей арты, они идут вдоль всей миникарты. Это углы горизонтальной наводки. Это те границы, которые ограничивают поворот нашего орудия и не дают ему повернуться больше. Если орудие повернется за границу этой горизонтальной наводки, то начнет поворачиваться уже не орудие на танке, а весь корпус повернется. И тем самым вы начнете заново сводиться, пересводиться. Это опять повлечет за собой потерю времени. Поэтому, когда вы нажали Ctrl, правой кнопкой мыши на то место на миникарте, где вы хотите сводиться, вам нужно еще кнопками А и Д, английскими, ну влево-вправо, довернуть корпус танка так, чтобы углы горизонтальной наводки были примерно равномерными слева и справа от того места, куда вы собираетесь сводиться и стрелять. Для того, чтобы если бы враг двигался влево или вправо, или выезжал с разных сторон из-за укрытия, вы могли просто двигать мышкой и стрелять туда, куда вам надо. И не ворочать корпусом, для того, чтобы пересводки не было. Сейчас вы видите, как игрок мышкой двигает влево, и углы горизонтальной наводки двигаются по миникарте, это значит, что корпус тоже двигается. Потому что углов не хватало, и танк начинал поворачиваться весь. А когда танк весь поворачивается, то круг разброса увеличивается. И что мы видим? Что нам сводиться нужно заново. Это очень долго, и это ухудшает нашу скорострельность в разы. То есть, две ошибки, которые сразу ведут за собой, мы уже увидели. И я уверен, что многие ордоводы именно так все и играют. Это первые две ошибки. Третья ошибка, которую игрок допускает, он не переезжает после выстрела. Если вы приехали в какое-то место, где особо нету каких-то препятствий, там воды, луж, там и так далее, то можно даже не выходя из прицела, немножко проезжать после выстрела, ничего в этом страшного не будет. Либо выйти из прицела быстро шифтом, выйти из прицела, чуть-чуть после выстрела переехать, и снова зажав контрол и правой кнопкой мыши по миникарте, вы снова будете в прицеле на том месте, куда вы хотите сводиться и стрелять. Это все очень быстро, если вы научитесь просто пользоваться контролом и правой кнопкой мыши по миникарте. Плюс еще после выстрела нужно переезжать, потому что рано или поздно вы сдохнете по трассирам, если вражеская арта будет трассирить. Она будет смотреть в свой арт-прицел по кустам на вражеской базе, и рано или поздно увидит, как ваш снаряд вылетает, когда вы стреляете. И тем самым она стрельнет в то место, откуда вылетел снаряд, и вас убьет, если вы не будете переезжать. Вот уже куча ошибок с самого начала. И причем одна ошибка влечет за собой то, что рано или поздно такой игрок на арте сольется с нулем. Следующие ошибки приводят к тому, что он будет меньше наносить уродно. Ну и еще одна ошибка, четвертая уже, тоже будет приводить к тому, что мы будем меньше дамажить, меньше критовать вражеские танки. Это то, куда наш игрок целится. Он целится в нижнюю часть танка. Он целится куда-то там в НЛД, сбоку в борт танка он целится в усеницы. Это неправильно. Это неправильно в корне. Почему? Потому что по траектории снаряд будет лететь под танк. В нижнюю часть. Потому что он летит навесом в ту точку, куда мы навелись. Нам нужно целиться так, чтобы точка центрального маркера была четко за танком. Таким образом, если мы будем стрелять, то снаряд будет попадать максимально часто, насколько это возможно, по вражескому танку. Потому что он будет максимально много захватывать с собой весь вражеский танк. Если вы стреляете перед танком, то большая часть прицела находится не на вражеском танке, а перед ним. И вы будете попадать чаще всего куда-нибудь под танк или не долетать, до танка будет снаряд. Нужно стрелять за танк. Не сильно далеко, а прям сразу за ним. Я все это покажу. Куча ошибок. И в этом бою игрок настрелял не так уж и много. Также он еще неправильно брал упреждения. Упреждения нужно учиться брать таким образом, что пока снаряд летит, вражеский танк должен заехать в этот снаряд. Все это дело в практике. И нужно чувствовать, как эти танки ездят. А для того, чтобы чувствовать, как эти танки ездят, нужно на них поиграть. Либо быть очень умным и внимательным. Так, теперь я вам буду показывать, как нужно делать. Для начала я вам покажу, для чего вообще нужен второй прицел для арты, помимо обычного, который включается буковкой Г английской. Итак, нажимаем Shift, входим в обычный прицел артиллерийский. И после этого мы спокойно нажимаем буковку Г и переходим в наш кучерявый такой прицел, второй, в котором мы спокойно можем выцеливать всякие дырки, за холм закидывать. Для этого этот прицел и нужен. Он не нужен, чтобы всегда с него стрелять. Он нужен для того, чтобы выцеливать всякие такие вот неудобные места для обычного прицела. Все это делается довольно-таки просто. Нажимаем просто букву Г и все. И мы можем выцеливать буквально любую дырку. И здесь Леха говорит, что ой, не попадешь туда, туда, куда я ему сказал. А я ему говорю, сейчас тебе просто в пушку прям вмажу и тупо в пушку ему попал. Боже, арта вообще не нагибает. Вот мы выяснили, зачем вообще нужен этот прицел. Итак, теперь я вам покажу, как при помощи контрола, мышки и мини-карты можно очень быстро переводиться на другой конец карты. Итак, допустим, мы выцеливали что-нибудь в коровниках. Нажимаем Shift и типа что-то там выцеливаем в коровниках. Выцеливали, выцеливали и тут видим, что нам срочно нужно перевестись на гору. Нажимаем Ctrl и правой кнопкой мыши по мини-карте нажимаем возле мельницы и все, наш экран появляется возле мельницы. Все, мы быстро сводимся здесь и все. После этого немного поворачиваем корпус арты немного влево для того, чтобы углы горизонтальной наводки, которые мы видим на мини-карте белыми полосками обозначены, были намного шире того места, куда мы целимся. Для того, чтобы если бы враги отдалялись от того места, куда мы сводимся, нашему корпусу не нужно было поворачиваться и заново пересводиться, потому что при повороте корпуса наш прицел снова разлетается и заново приходится сводиться. Поэтому углы горизонтальной наводки должны быть намного шире того места, куда мы сводимся, а не так, чтобы мы целимся на грани поворота корпуса. Ну а теперь я показал вам, как было бы это долго, если бы я мышкой переводился на гору. Это очень легко и удобно. Нажимаете Ctrl, нажимаете на мини-карту и вы уже в прицеле на этом месте, куда вы нажали правой кнопкой мыши по мини-карте. Все. Даже если вы не успели войти в прицел, а сразу нажали из аркадного Ctrl плюс правой кнопкой мыши по мини-карте, вы все равно зайдете в прицел. Теперь я вам покажу, как правильно целиться по вражескому танку. входим в прицел и если враг находится не за бугром, не в дырке какой-нибудь, то из обычного прицела мы наводим прицел центральным маркером за врага. Он должен находиться за врагом для того, чтобы по дуговой траектории у нас было как можно больше шансов попасть и нанести урон. Не перед врагом нужно целиться не ровно по врагу, а маркер должен быть за врагом. Центральный маркер должен находиться либо сразу за врагом, либо где-нибудь у него на жопе там, но никак нельзя целиться перед врагом или в переднюю часть, которая к вам видна. потому что снаряд летит дугой и если вы будете стрелять перед танком, то вы будете реже попадать и снаряд чаще всего будет падать перед танком, а он должен его накрывать сверху. Таким образом вы будете почти всегда попадать, наносить много урона, еще иногда пробивать в крышке корпуса, в башню и так далее. Плюс еще часто будете поджигать. Вот так нужно стрелять из арты обычным прицелом. Еще можно конечно показать вам как брать упреждение, но тут в принципе дело техники. Вы должны стрельнуть прицелом перед врагом на таком расстоянии, чтобы пока летит снаряд, враг в него въехал. Вот и все это дело практики. С вами был Варчик играйте красиво, всем пока.